всем привет с вами александр я продолжаю играть мод old story напомню у нас есть задание нужно отправиться на янтарь чтобы разузнать о выбросе который произошел тебе нужно что нравится с проводником на янтарь ты говори уже чё хотел да да именно этого я хотел мы на янтаре у нас появляется задание защитить лагерь ученых быстрым шагом бежим в лагерь как я понял защитить нужно от зомби здесь есть охрана вы думаете без меня не справитесь давайте поможем так всего три зомби как раз заберем с них автоматы да на такое расстояние стрелять дробовика не очень хорошо попробую с пистолета все мимо и опять мимо вроде все хотя сирена не выключилась еще нужно болтать сайга еще должны быть трупы ковашников отлично так еще тебя смотрел вот здесь кстати у меня очень много патронов на автомат эти патроны я взял ящики но в чистом небе вы помните они ящики помощи что ли у группировок стоят не знаю хорошо это или плохо но я забрал так сайга поломана будет ее отремонтировать так лишний вес что выкинуть укороченные оставлю или пистолет оставить ставлю пистолет и поговорить сахарова сигнализация больше не работает сирена профессор круглов здравствуйте профессор и вам не хворать молодой человек чем это вы здесь занимаетесь лично я исследую влияние пси излучения на растения и на аномальное появление чего на артефакты а ну так бы и сказали сразу ну и как успехи не очень мне не хватает материала для опыта кстати вы бы не могли помочь мне с этим смотря что нужно делать нужно поискать какие-нибудь растения или артефакты странные а у вас головой все в порядке мне что тут каждую травинку-былинку исследовать ну подождите хотя бы артефакты проверьте крупные аномалии рядом с завода может чего-нибудь найдете ну ладно будет время проверим может и найду чего-нибудь бываете что еще у него есть за диалог как улучшить свойства артефактов приносишь два одинаковых артефакта из тех что я перечислил и сразу получаешь улучшенный понятно давай глянем что у меня есть но у меня ничего нету да так что пока торговать ничего ему не нужно замечательно василиев старый знакомый он может улучшить нет он может только починить починю я АКМ и починю сайгу да конечно чинить денег осталось немного нам нужно поговорить с Сахаром так Сахарова нету странно кто Сахарова видел так это стандартные диалоги через завод они двинулись в рыжий лес потому что выброс открыл тропу так здесь тоже стандартный диалог и все таки и Сахаров в поисках Сахарова я набрел на труп молодого человека у которого есть записка о псевоздействии третьего рода папка с документами с грифом секретно большую часть текста невозможно разобрать некоторые абзацы можно прочитать информация может заинтересовать как лидеров группировок так и ученых отлично наверняка полезная бумажка но все же где же Сахаров и странным образом Сахаров все таки появляется здесь приветствую на нашей научной базе где он был я не знаю да не часто я вижу здесь новые лица ну что вы хотели бы узнать спрашивайте я слушаю профессор мне нужны данные о последнем выбросе что конкретно вас интересует все странности этого выброса ну выброс это уже странность ну да ладно да этот выброс был действительно странным если обычный выброс идут гиперболически от центра зоны то этот был направленный выброс на границу зоны и что с этим делать откуда же нам знать попробуйте узнать у военных вдруг они что-то зафиксировали по своим каналам это мне что на военные склады теперь переться нет нет молодой человек идите на кордон поговорите с военными на блокпосту они запросят данные по рации наш сотрудник Васильев поможет попасть на кордон все понятно значит нужно идти на кордон профессора что вы думаете про пси-излучение молодой человек я изучаю это уже очень давно так что говорите конкретнее что вас интересует ну хотя бы про этот завод этот завод хранит в себе множество тайн по официальным документам это так себе какой-то мелкий завод заводишка однако по нашим данным под землей есть комплекс площадью примерно в два раза больше чем сам этот завод и судя по всему там находится установка генерирующая пси-излучение может быть попробовать проникнуть на этот завод у меня вроде бы как повышенная устойчивость к аномальным явлениям вот если бы у вас были бы эти документы эх это уже потерянная информация а жаль спасибо что уделили внимание профессор да у нас есть документы мы нашли их на мертвом сталкере бродил тут по окрестностям набренно окоченевшее тело со странными документами наверное нужно отдать их кому они еще нужны если не профессору похоже на переписку наших коллект некоторые имена мне кажется знакомыми нам сообщили что недавно скончались молодой человек я готов выкупить эти документы вам они все равно ни к чему всего наилучшего да не часто я вижу здесь новые лица но что вы группа пропала в северо-западной части комплекса там полно зомби я не могу отправить туда сталкеров из охраны периметра мы и так едва сдерживаем атаки сигнал сос все еще идет оттуда попробуйте вытащить сталкеров если они еще живы но насколько я помню это все таки квест из оригинальной игры честь всего наилучшего у нас все таки основное задание попасть на кордон ну давайте попробуем достать документы так документы найти документы они у нас должны быть здесь до шла важные документы группа сталкеров которые могут могут помочь сахару выход из комплекса давайте туда и отправимся да это очень похоже на квест из оригинальной игры помню что здесь лежат документы в трупе нас собаки нам будут всячески предоставать на сайте сайга пси излучения нас накрывает все таки думаю стоит забрать документы и побыстрее вернуться к профессору да там выполнили зомби пожаловали в мою скромную лабораторию не так успехи это все заводской комплекс он притягивает к себе сталкеров словно магнит дело в том что это едва ли не последний из нетронутых зданий ходят слухи о редчайших артефактах и уникальном оборудовании так что естественно туда то и дело лезут сталкеры в надежде разжиться чем-нибудь ценным но это равносильно самоубийству все излучение очень нестабильно всплески его интенсивности непредсказуемы а при максимальных уровнях излучения клетки мозга попросту распадаются это задание тоже из оригинальной игры нужно отключить выжигатель на заводе то есть нам нужно помочь жаль ребят хотелось бы надеяться что они погибли не зря так давайте посмотрим документы очень интересно подтверждается кое-какие мои догадки нет но просто чрезвычайно интересно это отлично отлично это дает нам ответы на множество вопросов хотя понадобится время чтобы окончательно разобраться что к чему в данном случае мы имеем дело с рукотворной установкой эти документы инструкцию по управлению системой охлаждения некое его устройство которое находится в подземной части комплекса вот это да какую мощность оно потребляет и так вроде бы все проясняется судя по всему всплески пси активности происходят из-за сбоев в работе системы охлаждения если мы сможем починить ее то уровень пси излучения существенно понизится значит так мне нужно время чтобы поразмыслить над некоторыми деталями выдвигайтесь в сторону комплекса там как раз находится группа сталкеров во главе с левшой когда вы будете в дороге я сообщу дополнительные вводные уважаемый левша у меня есть новые данные кажется мы сможем стабилизировать уровень пси излучения сейчас к вам подойдет молодой человек у него есть новые инструкции пока я не хочу лезть на завод у нас есть основное задание нам нужно отправиться на кордон Васильев нас проведет да мы на кордоне появилась личная заметка пора завязывать чтобы это значило личная заметка пора завязывать интересно мы на кордоне для того чтобы выяснить информацию о выбросе эту информацию могут нам дать военные но до этого нам нужно зайти к Сидоровичу как я понимаю что-то подлагивает мертвые ребята это обыкновенные сталкеры или кто да это простые сталкеры которых зона не пощадила дефицированный пистолет так вижу сталкеров на мини карте но все таки нам нужно сначала зайти к Сидоровичу давайте сходим к нему посмотрим что он расскажет по этому поводу и почему к нему нужно идти привет Сидорович что расскажешь здорово 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 шрам улучшенных патронов для того винтореза пока нет да и у меня нет пока винтореза долгая история если поляну накроешь водярой угостишь расскажу ну ладно говори зачем пришел мне нужно поговорить с командиром военных о выбросе опоздал опоздал такое произошло есть вроде все стандартное по торговле что у нас да продам все таки грозу пока мне ни к чему патроны солью у меня слишком много пока буду играть только с калашным дальше видно будет пистолеты мне нужны пожалуй все можно отправляться к связному так палаточный лагерь связной халецкого что за птица неплохо устроился так труп военного ящичек что давай пообщаемся сержант репкин здорово тебе не хворать что приобрести хочешь патроны броню или арсенал обновить хочешь нет информация мне выброси нужна ну допустим есть только я торговец арсеналом колецкий смог бы тебе ее достать только сначала надо самого его достать сейчас он на базе нейтралов атаковать мы не можем его тут же пристрелят чем я могу помочь ты наемник у тебя им дела нет держи пистолет ты должен передать его майору нейтралом обшины решаешь все понятно но у нейтралов мне не хочется подставлять нужно помочь халецкому спастись из плена да задачка лагерь нейтралов сталкер бесится так а есть у вас здесь главный нам просто нужно передать оружие халецкому тем самым помочь ему сбежать парш давайте посмотрим вот и халецкий чё интересно да ух а что моя рота свиделись чего ты кто такой вообще что значит контракт я выпал оплатить то будете да и да я тебя в порошок сотру крыса армейская какие-то здесь терки я сам тебя пристрелю на связи такие да я вас всех уроды мы помогаем сбегать у нас наезжает может и не силе конечно посмотрим что будет дальше доложить агенту халецкого связном выполнил этого задания помог я майору майор сбежал сталкеры погнали за ним но отряд не на этапе и на элеваторе дадут им жар чёрт и бандиты откуда-то взялись ладно ты не светись мы сами справимся и все же где мне найти халецк так он уже на блокпосту иди к ним стрелять не будем хорошо быстро он перебрался маленько я недопонял что здесь нейтралов не было вообще главного если я хотел сообщить об этом победе но не суть важно нам нужна информация выбрать это наша основная цель только за которую мы пришли на кардон победить это уродливые явления не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами они несут из зоны радиоактивные слабо изученные и представляющие нашему амору и ящики то есть там ну это не майор сержант что расскажешь ну что стоишь подходи я не кусаюсь расскажи мне что произошло между вами нейтралами у них было все нормально отец варильян закупал им крупную партию оружия и амуниции через неделю вернулся попросил встречи якобы есть что-то важное я поехал к нейтралам и меня заломали что ты будешь делать теперь организую зачистку их небазы да нет я сидел у них в тюрьме и понял что творится что-то неладное с варильяном будто он на таблетках сидит и нейтралы себя вели довольно странно да и своими людьми я не хочу рисковать ты бы наемник разузнал ты бы наемник разузнал куда я не находил варильян куда-то в рыжий лес что ж ты меня заинтересовал постарайся разузнать мне нужны данные выбросы прежде всего а ты с какой целью интересуешься с большой я только что тебя вытащу у тебя есть данные на последнем выбросы что ж я тебе должен тогда слушай а выброс этот был направлен если все остальные выбросы можно сравнивать или чего ищите другом от центра до границ зоны то этот выброс шел по гиперболе то есть вся его мощь была направлена на отдельные участки зоны ну а есть у вас какие-нибудь научные измеримы мне нужно передать их моим исследователям да довольно странно построен я лоб передать их моим исследователям то есть лебедям да ясните этого выброса со спидников плюс данные замеры со всех типов извлечения на протяжении всего выброса вот держи копию информации получен предмет флешка с данными выбросами спасибо майор это действительно важно довольно таки легко он поделился информацией посмотрим что еще за диалог у него есть он рассказывает когда раскрутил сталкеров был у него водитель овечка и он убежал нам нужно попытаться найти его и доставить сюда так как он хороший механик попробую если найду вы находитесь возле охраняемого периметра счастливо приветствую давай поговорим я возьму этот препарат если получится ну ладно хотя бы гранат нам нужно идти на базу чистого неба отдать видео флешку с информацией выброси мы защищаем зону атлас зону атлас говори да я принес информацию это флешка с замером всех типов извлечения на протяжении сил выброса из нее колонеча посмотрим что он скажет так работа нет пока работа не интересует пойдем к ланче ну пока мы бегаем только от точки в точку ничего сложного рад видеть вас молодой человек вижу вам уже значительно лучше профессор я принес флешку здесь замеры всех излучений ну и что там постарайтесь узнать покупал ли какой-нибудь сталкер необычные детали у торговца советую обратиться к Сидоровичу опять на каждом месте что ж если это все то я пожалуй займусь своей работой да действительно опять старый знакомый Сидорович Сидорович никто не интересовался деталями никакими подскажи будь любезен дай-ка подумать вспомнить никак не могу в конце концов я освободил командира военных и тем самым спас твой бизнес ладно правильно говоришь интересовался тут один сталкер радиодеталями такое ощущение что он решил открутку журок радиолюбителей ты он куда направился как куда обратно к свободовцам да и прозвище у него было такое хандра да точно он свобода значит спасибо да пока бегаем от точки к точке ничего сложного я не вижу ну да новый сюжет интересен он или нет каждому решать самому я думаю закончим на этом и продолжим в следующей серии с вами был александр всем спасибо за просмотр всем пока пока пока